Смотрите сегодня! Коллапс! Нон-стоп-экшн с тактическими элементами! Вам предстоит лицом к лицу столкнуться со зловещей аномалией, поглотившей Киев! Motor M4X All-Terrain Driving Физика поведения внедорожников на различных поверхностях удалась разработчикам на славу, чего нельзя сказать о модели повреждения. Mountain Blade Ролевая игра с достаточно серьезными стратегическими элементами. Разработчикам удалось довольно качественно симитировать сражения на лошадях. Sid Meier Civilization IV Colonization Игра представляет собой ремейк оригинальной Colonization 1994 года выпуска на улучшенном движке четвертой цивилизации. Всем привет! В эфире снова ФАК и я, Влад Лехов. ФАК – самая приличная передача на телевидении. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее и внимайте! Коллапс вышел в сентябре этого года. Игра выполнена в жанре экшен, сами же создатели позиционируют ее как нон-стоп-экшен, но что они хотят этим сказать абсолютно непонятно. Принципиальных отличий на первый взгляд незаметно. Разработчики, компания Креутим, обещали считать в игре тактические перестрелки с жаркими битвами на мечах. Как это выглядит, смотрим далее. Аномалия Игра вернулась к прежним размерам. Люди, оставшиеся внутри оцепления, организовали клан и потеснили монстров. Системные требования к игре следующие. Процессор на частоте 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ на жестком диске и видеокарта с объемом памяти 512 МБ. Игровой процесс отображает первоначальный смысл слова экшен. Длинные очереди из крупнокалиберного пулемета и сплошной поток врагов со всех сторон. Хороший способ скоротать зимний вечер. Управление подается с первого раза. Даже самые сложные комбо получаются сами собой. Персонажей всего 8, один из которых даже не имеет визуального образа, только упоминается в разговорах. 4 балла за геймплей. Графика соответствует самым современным представлениям. Пейзажи детализированы, противники анимированы, взрывы прорисованы. За внешний вид слабая четверка. Музыкальное сопровождение вписывается в происходящее, но никаких эмоций не вызывает. Временами кажется, что музыки нет вовсе. Только выстрелы, оглушительные взрывы и душераздирающие вопли врагов доносятся из колонок. Три балла за звук. В игре прослеживается четкая линия потягаться славой с такими мэтрами Киберпанка, как Сталкер или даже Фоллаут. Однако исполнение оставляет желать лучшего. Впрочем, Мэттени делает игру абсолютно провальной и наверняка найдется множество поклонников, которые не согласятся с нашим мнением. Как бы там ни было, 4 балла получает сегодня игра Коллапс. Главная цель девелоперов в сочетании в игре холодного и огнестрельного оружия достигнута. Но ни первый, ни второй режим не несут себе ничего нового. Битва на мечах построена как Принц и Персии, только движение проще и не связано с интерьером. Стрельба же, а она и в Африке стрельба, как ее ни назови. Приставку на стоп игра оправдывает. Вас окружают полчища врагов в каждой новой комнате. Сюжет абсолютно линейен и позволяет полностью сосредоточиться на истреблении противника. Некоторые секреты в этом нехитром деле мы вам откроем, отвечая на ваши вопросы по игре Коллапс. Вопрос. Я прорвался через лаборатории и вышел в замкнутый дворик. Куда дальше? Отвечаем. Прохождение сюжета промаркировано красными эмблемами на стенах. Они чем-то напоминают прицелы. Конкретно в этом дворике нужно взорвать пирамиду бочек за входом в лабораторию. От взрыва отогнется решетка и лезьте туда. Вопрос. Как мне одолеть стража? Он упорно не хочет лезть в огонь. Отвечаем. У входа в зал есть два рычага. Нажмите их, и струя пара отпугнет стража. Откройте решетку, кнопка справа, затем вверх по лестнице. Используя новую способность вакуум, отталкивайте монстра назад и не забывайте стрелять в него. Это не убьет зверя, но заставит его успокоиться. Вопрос. Вести перестрелки за укрытие неудобно. Персонаж постоянно попадает в ближний угол. Это такая странная особенность или часть тактической схемы. Отвечаем. Ни первое, ни второе. Игра стимулирует вас к ближнему бою, даже со стрелками. Подождите, пока солдаты разбегутся по укрытиям. И, пробираясь вдоль стен, вырезайте их по очереди. В движении персонаж почти неуязвим. Более года назад мы рассказывали вам об этой версии игры Mount & Blade. И вот этой осенью независимая турецкая студия Tail Worlds наконец-то выпустила полноценный релиз. Текущая версия игры застыла на отметке 1.0. И, надо отметить, за прошедшие три года турецкие разработчики достигли многого. Побочным фактом создания игры явилось появление на свет целой армии фанатов, к которой мы вам и предлагаем присоединиться. Игра во многом уникальна. И в чем вы убедитесь, посмотрев наш сюжет по игре Mount & Blade. Сюжет в Mount & Blade отсутствует как вид. Единственный проблеск на эту тему заметен в самом начале игры, когда мы с помощью нехитрого меню диалогов отвечаем на вопросы из прошлого нашего героя. Впрочем, на саму игру это никак не влияет. Так или иначе, кем бы ни был наш протеже, принцесса, сбежавший из замка короля или ветераном войны, в итоге он становится на путь одинокого пока что всадника, искателя приключений. Тут-то мы и берем его под свой контроль, а дальше, как говорится, полная свобода действий. Хотите, присоединяйтесь к войску одного из лордов, в стране фактически гражданская война, без работы вы точно не останетесь. А хотите, грабьте караваны и устраивайте набеги на деревне. Хотите, сами становитесь вольным торговцем, предпочитая в схватках отправлять в бой своих наемников. Системные требования к игре следующие. Процессор на частоте 2,4 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ видеопамяти, а также 1 ГБ на винчестере. Игровой процесс построен на классической схеме полной свободы как в действиях, так и в перемещениях. Главной изюминкой Mountain Blade, как следует из названия, являются, конечно же, схватки всадников, число которых на поле боя может достигать 200-300. За такой размах и эксклюзивность, ведь до Tail Wars никто толком так и не смог сколько-нибудь реалистично симулировать езду на лошади, игре можно просить многое. Наша оценка геймплея — 5 баллов. А вот графика Mountain Blade пришла к нам явно из прошлого века. Сделали, что называется, как смогли. Хоть на этом спасибо. Наша оценка графического оформления — 3 балла. Звуковой ряд игры состоит главным образом из звона оружия, ржания лошадей и залихватских криков отчаянных воинов. В общем, все предсказуемо. Сопровождает все это дело типичная средневековая музычка, выполняя роль погружения в атмосферу. Наша оценка звукового сопровождения — 4 балла. Монтэн Блейд — ролевая игра с достаточно серьезными стратегическими элементами. Мы развиваем героя, потом создаем армию, и все это для того, чтобы истереть в труху полчища врагов. Или самим оказаться истертыми в труху. Неплохо, если учитывать, что разработчикам удалось довольно-таки качественно симитировать сражения на лошадях, что для мира компьютерных игр — неслыханная редкость. Наша общая оценка игры — 4 балла. Ну что же, три года разработки и отчаянного тестирования определенно пошли Монтэн Блейд на пользу. Главным недостатком и разочарованием для фанатов, как и прежде, является отсутствие хоть какой-нибудь сюжетной линии. Однако, если судить по диалогам персонажей, сценаристом Тейл Ворлдс не составило бы труда вплести в игру эпический сюжет с множеством ответвлений. Будем надеяться, они заполнят этот пробел в будущем. А пока что предлагаем вам посмотреть наши ответы на ваши вопросы и советы по игре Монтэн Блейд. Первый вопрос. А можно ли устраивать понашовщину в городах и деревнях? Отвечаем. Да, можно. Для этого переключайтесь на оружие не стандартным способом, а с помощью квадратных скобок. Однако никакой пользы вам это не принесет. Если вы хотите полноценные наживы, то либо попросту грабьте деревни, но тем самым вы рискуете попасть в немилость их протектора, либо нападайте на вражеские замки. Но для этого вам придется присоединить к одному из воюющих между собой лордов. А эта задача, в свою очередь, сопряжена с выполнением для него всевозможных поручений курьерского толка. Только так можно заработать репутацию у лорда. Следующий вопрос. Как мне собрать большую армию? Отвечаем. В первую очередь, необходимо иметь высокое значение скилла «Лидершип». Во-вторых, содержание большой армии – достаточно дорогостоящие мероприятия. Поэтому перед этим придется заняться накоплением первоначального капитала. Делать это можно по-разному, но самый быстрый способ – торговля. Наемников же вы можете найти в тавернах. Они делятся на стандартных и уникальных. Уникальные – это персонажи с какой-то своей историей и со своим же характером. Они могут враждовать друг с другом, подкидывать уникальные квесты и прокачиваться параллельно с вашим персонажем. Вопрос их обмундирования также остается на вашей совести. Короче говоря, со временем они станут костяком вашей армии. Главное – не ссорьтесь с ними по пустякам. Смотрите далее. Сидмейер Сивилизейшн 4 – Колонизейшн. Игра представляет собой ремейк оригинальный Колонизейшн 1994 года выпуска на улучшенном движке четвертой цивилизации. Физика поведения внедорожников на различных поверхностях удалась разработчикам на славу. Чего нельзя сказать о модели повреждения. Смотрите далее. Физика поведения внедорожников на различных поверхностях удалась разработчикам на славу. Чего нельзя сказать о модели повреждения. Сидмейер Сивилизейшн 4 – Колонизейшн. Игра представляет собой ремейк оригинальный Колонизейшн 1994 года выпуска на улучшенном движке четвертой цивилизации. Перед вами ремейк одной из популярных игр начала 90-х. К сожалению, она не получила должного признания и не обросла множеством продолжений и аддонов, как, например, «Тивилизация». Но ничто не забыто. Представляем вашему вниманию новую жизнь старой доброй игры на основе «Цивилизации 4» – Сидмейер Сивилизейшн 4 – Колонизейшн. Игра представляет собой ремейк оригинальный Колонизейшн 1994 года выпуска на улучшенном движке четвертой цивилизации. Особенно приятно то, что это стенд-элон дополнение, не требующее оригинальной версии цивилизации. Кроме того, изначально в игру встроено все необходимое для создания модов. Необходимо отметить, что игра-колонизация лишь отчасти похожа на цивилизацию. Во многих нюансах они отличаются. Например, в данной игре у вас будут тесные и постоянные отношения с метрополией, несколько другие товарно-денежные отношения, а также появятся специалисты. Их главная особенность в том, что фермер не сможет хорошо производить оружие, а кузнец точно так же не сможет хорошо заниматься сельским хозяйством. Всего представлены 4 европейские нации – англичане, испанцы, французы и голландцы. Игра поступила в продажу 22 сентября 2008 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 256 МБ видео, а также 2 ГБ на жестком диске. Рассказать обо всех особенностях геймплея или изменениях по сравнению с оригинальной игрой за малое время не получится. Игра просто напичкана мелкими деталями и сложными взаимоотношениями различных игровых объектов. А изменений огромное количество, начиная с системы границ и отсутствия континентальной гвардии, и заканчивая такими особенностями, как невозможность перевозить грузы фрегатами, а также изменился принцип работы школ. Что касается играбельности, если отбросить предвзятое отношение по поводу нововведений, то игра вполне приемлема, и вы наверняка проведете за ней не одну неделю. А наша оценка — твердые 4 балла. Внешне игра, естественно, намного привлекательнее оригинала почти 15-ти летней давности и выглядит существенно приятнее четвертой цивилизации, особенно это касается воды. Единственное крупное замечание к объектам в цивилопедии. Выглядят они очень скромно, им явно не хватает полигонов. Наша оценка графического оформления — также 4 балла. Озвучка игры вполне стандартна для цивилизации и ничем особо не выделяется. Наша оценка снова — 4 балла. А вам предлагаем прослушать небольшой фрагмент из игры. Неплохие оценки по всем параметрам, множатся нововведений и изменений, неплохой движок и возможность создавать модификации. Все это позволит цивилизации 4, колонизейшн, завоевать сердца фанатов. А наша общая оценка игры — 4 балла. Сид Мэйер, Цивилизейшн 4, колонизейшн — игра для тех, кто был в восторге от оригинала 10-летней давности. Есть множество изменений, но основная идея осталась такой же. При этом, если фанатам все это будет в кайф, и они с удовольствием проведут кучу времени за компом, то новичкам, возможно, будет трудно. Именно для вас мы и подготовили наши ответы на самые часто задаваемые вопросы по игре. Первый вопрос. Как можно эффективно бороться с пиратами? А то запарили уже, два корабля потопили. Отвечаем. Как бы это помягче сказать, просто накопите на фрегат. Следующий вопрос. Как основать миссионерам миссию? Отвечаем. Для этого зайдите им в поселение индейцев. Дождитесь следующего хода, высветится меню возможных действий. Дальше все в ваших руках. Следующий вопрос. А как работают школы, колледжи и институты? Я немного не догнал. Как там добавлять профессии? Отвечаем. Сажаешь колониста без профессии на учебу. Через некоторое время, зависит от уровня образовательного учреждения, некоторых отцов-основателей, и похоже, что от показателя Рэбл, предложат выбрать эту профессию из тех, что уже есть в этой колонии. Следующий вопрос. А можно ли настроить вагон так, чтобы он автоматически забирал руду из первого города и отвозил у второй? Отвечаем. Конечно, можно. Идите к доместик-эдвизору, там есть кнопка настройки торговых путей. А потом вагончику просто дается команда встать на торговый путь. Выхода этой игры любители поместить грязь ждали с таким же нетерпением, с каким ждут межсезонья и глубоких сугробов обладатели полноприводных джипов. Лето давно закончилось, и уже не за горами пора гололюдов, пробуксовок и снежных заносов. К таким испытаниям нужно как следует подготовиться, и в этом вам как нельзя лучше поможет новый симулятор гонок напал на приводных аппаратах всех мастей и размеров Motor M4X All-Terrain Driving. В Motor F4X вам предлагается принять участие в гонках по бездорожью. Но не обольщайтесь, большими скоростями тут и не пахло. В этой игре скорее действует принцип «тише едешь – дальше будешь». Всего имеется три локации – Альпы, Аляска и пустыня. Внедорожников всего 10, но каждый – с индивидуальными характеристиками и поведением. Кроме этого, за особые заслуги открывается доступ к бонусным авто типов «Гонок 4» – ориентирование, автослалом, круговые гонки и гонки по пересеченной местности. Также имеется собственный гараж, до отказа набитые всевозможными деталями. Любителям тюнинга и копания в шестеренках скучать точно не придется. Разработкой этой игры занимались настоящие профессионалы из чешской студии «The Easy Company», ответственные за такие проекты, как «Мафия» и «Hidden and Dangerous». В качестве издателя выступила компания «City Interactive». На западе мотор M4X продается под названием «Off-Road Extreme», а у нас этот симулятор полноприводных джипов получил префикс «On-Terrain Driving». Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,4 ГГц, 1 ГБ оперативной и 256 ГБ видеопамяти. На жестком диске мотор M4X «Off-Road Extreme» займет 6,5 ГБ. Геймплей строится на последовательном прохождении различных соревнований. Управлять внедорожником задачи не из легких. Вам придется научиться пользоваться дифференциалом, в нужный момент подключать передний или задний мост, следить за температурой двигателя и количеством топлива в баге. А в перерывах между заездами вы сможете вслазь-поговоряться во внутренностях своего железного коня, настроить высоту подвески, передаточные отношения, установить новые детали и изменить внешний вид джипа. Но одними техническими знаниями тут не обойтись. Немаловажную роль сыграет умение ориентироваться на местности. Четверка за геймплей. Внешность игры довольно противоречива. С одной стороны, красивые пейзажи и огромные пространства заставляют останавливаться и крутить камеры во все стороны, а с другой — плохо прорисованные модельки машин, которые ну никак не вписываются в игру 2008 года выпуска. Спасают положение разве что реалистичная смена времени суток и погодные условия. Четверка за внешний вид. Звук не вызывает никаких нареканий. Джипы рычат, что есть мочи, а на фоне играют бодрые композиции, и название которых время от времени всплывает внизу экрана. Пятерка за звук. В заключение нужно отметить, что физика поведения внедорожников на различных поверхностях удалась разработчикам на славу. Чего нельзя сказать о модели повреждения. Разбить свой джип в щепки тут не получится, как ни старайся. Четверку получает сегодня игра «Мотор М4Х All-Terrain Driving». И в самом деле у разработчиков из The Easy Company получился очень добротный симулятор. В меру сложный, в меру реалистичный и рассчитанный на очень широкую аудиторию. Лично мне больше всего понравилось разнообразие режимов. Наскучило ползать на брюхе через овраги и болота. К вашим услугам динамичные гонки по пересеченной местности. Надоели джипы. Да пересаживайтесь на ваги с огромными колесами. Одним словом разработчикам удалось угодить всем и при этом не превратить проект в безвкусную аркаду. А сейчас ответы на ваши вопросы по игре «Мотор М4Х». Вопрос. Никак не могу влезть с гору. Что делать? Машина не едет и все тут. Отвечаем. Для того, чтобы взбираться по высоким горам, вам необходимо подключить передний мост и дифференциал. Но не забывайте вовремя его отключать. На ровных и звилистых трассах полноприводная конфигурация затруднит управление внедорожником. Также не забывайте о пониженных и повышенных передачах. Вопрос. У меня заканчивается бензин и приходится каждый раз возвращаться в гараж. Что мне делать? Отвечаем. В гараже можно купить дополнительные канистры и наполнить их на заправке. Таким образом, топлива хватит даже на самое долгое путешествие. Вопрос. Я выехал из гаража и не понимаю, что делать дальше. Где соперники? Где зрители? Как тут вообще попасть на соревнования? Отвечаем. Обратите внимание на миникарту. Там указано направление движения к ближайшей точке старта. Добраться туда будет непросто. Вам придется самостоятельно проложить туда маршрут. Рады были помочь вам в прохождении игр. Меня зовут Влад Лехов. Это был Фак. Совсем скоро мы снова увидимся. А до этого заходите в форум на сайте musdefistv.ru Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.musdefistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. А теперь, внимание! Канал Муз ТВ и программа Фак объявляет конкурс на должность ведущего. Мы все еще ждем ваших писем. Если вы молоды, красивы, талантливы, учитесь в институте и разбираетесь в компьютерной индустрии, то отправляйте свои резюме на нашу электронную почту faqsobaka.musdefistv.ru Тема – конкурс. Не забудьте про фотографии. Без них письма рассматриваться не будут. До скорого! Третья – конкурс. Третья – конкурс. Третья – конкурс.